Невский радиологический форум 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 А когда я стал готовиться о таком, то я понял, что я могу сказать интересное. И на самом деле День космонавтики празднуется, начиная с 1962 года. В этой аудитории присутствуют люди, которые помнят, когда Гдитрий Сергеевич Крущев ехал на открытом автомобиле, и справа него стоял Юрий Алексей Гагарин. Этот простой парень, который сверху вылетел, вылетел старшим лейтенантом, и когда руководитель страны сказал гостероборону, надо ему, что мне, старший лейтенант в космосе летать, нужно дать майору, не положено, сто тысяч капитанов вооруженных сил, как они воспримут, он сказал, ну это один. И человек, летевший старшим лейтенантом, вернулся майору. Конечно, у основы вообще этой всей идеи стоял Сергей Павлович Крущев. Он заслуживает отдельного внимания, на нем можно прочесть очень много положительной информации. Единственное, что его родница всеми нами, он был незаврядный человек, он понимал, что он хочет, он сам хотел быть там, но он прекрасно понимал, что он не сможет. Так, кстати, выглядит земля из космоса. И что же происходило 58 лет назад и практически 9 часов? Корабль-Восток. Вот он вот так на сборе, вот он стоит на стартовой площадке. 9 часов 7 минут, 12 апреля, этот простой парень из глухой деревни, имеющий средний рост, очаровательную ложку, 108 минут провел на армите. Спустился, как говорят, на секунду раньше, но теоретически, когда готов этот заклад, я понял, что он не должен был вернуться. Он не должен был вернуться, начиная с момента, когда сработали датчики, показывающие разгерметизацию спускаемого аппарата. Он не должен был вернуться с орбиты, когда аппарат начал уходить на другой уровень, совершенно на другое расстояние. Он не должен был вернуться после того, как аппарат при спуске начал вращательные движения, которые он не должен был делать. Наконец, он не должен был спуститься после того, когда видел собственными глазами, как обгорают постраиваемый аппарат. Ну и наконец, после того, как сработал катапальт, и тени разделились, стало понятно, что он не должен был выжить после того, как не открылся клапан, который обеспечивал дыхание, который он открыл, собственно, уже на Земле. Поэтому те тренировки и те мероприятия, которые проводили с этими мужественными парнями до полета в космос, они дали свой результат. На орбите Юрий Гагарин, конечно, за 108 минут, я не знаю, насколько он внимательно смотрел в иллюминатор, насколько он там все это разглядывал. Потому что, если вы читали, если вы интересовались, то основной вопрос, который был у тех, кто готовил космонавтов, не сойдут ли они, а, с ума, как они будут себя вести в условиях невесомости, как подействовать невесомость. И сам по себе, на самом деле, вопрос, вернется или не вернется, это имело второстепенное значение. Ожидалось, что вернется. Так вот, он следующие слова произнес. Наблюдаю блока над Землей, мелкие, кучевые и тени от них. Красиво, красота, внимание, вижу горизонт Земли. Очень такой красивый ореол. Сначала радует самую поверхность Земли вниз. Такая радула переходит. Очень красиво. Я думаю, что то, что он видел, наверное, напоминало вот эту картину. Да, и именно такую картину видят сейчас космонавты. И, конечно, то, как он по баллистической траектории, спустившись и не задохнувшись на парашюте, спускаясь в этом скафандре, потом доложил главкому ОВС, это напоминает, собственно, тот подвиг, которому готовят все, кто носит форму. Кстати, президент нашего Санкт-Петербурга радиологического общества до сих пор носит форму. И тот коллектив, который работал вчера, работал сегодня, обеспечил вот этими идентификационными устройствами, внимание, 2927 человек. То есть это столько членов получило БАЧа на нашем Конгрессе. Это рекордная цифра, потому что в прошлом году было чуть более 1900. Поэтому мы понимаем, что есть люди, которые имеют специальное устройство внутри, которое, в общем-то, обеспечивают потом жизнь без формы, но с тем же вектором. 34 года прожил этот светлый парень. Мы знаем трагический финал. Но жизнь ему была настолько яркой, что те люди, которые сейчас находятся в космосе, и те люди, которые совершили полеты, они, наверное, помнят его. И я думаю, что каждый бы, наверное, из них был бы готов прожить эту яркую, пусть и недлинную жизнь. И мы понимаем, как происходила подготовка этого первого космического полета, осуществованного 58 лет назад. Была жесткая, жесткая конкуренция. Мы понимали, что буквально счет на неделе, и если вы посмотрите американский фильм, например, «Скрытые фигуры» и глазами, то вы больше начнете уважать тех людей, о которых мы знаем сейчас не так много. Обратите внимание, 12 апреля Юрий Алексеевич полетел, и уже 5 мая стартует «Шепард» и «Виджил Гриссон». Я вам скажу, что такое суперпитальный полет. То есть люди садятся в аппарат, взлетают с теми же перегрузками, что и аппарат, который уже ходит на обиду, и потом, не занимая никакой скоростью, не включая никакие двигатели, падают вниз. Вот двое американцев, они совершали суперпитальный полет, и на орбиту они не вышли. Следующий выход на орбиту – это только 62-й год. Мне стало интересно. Один из молодых ученых, прекрасный молодой ученый, назвал космонавтов «дружениками космоса». Он представил, что для того, чтобы такой проект мы молодым ученым дали возможность пофантазировать, он сказал, что нужно ставить «довинчи» на Международную космическую станцию, потому что вдруг аппендицит у космонавта, а там «довинчи» возьмешь и по телемедицине вырежет. Ну, друзья мои, может быть, оно когда-то так и будет. По телемедицине будут вырезать аппендицит. Так я задумался, сколько этих людей? И этих людей – 122, это магическая цифра, это клиническое учреждение, имеющее номер 122, которое представляется. Но обратите внимание, 342 среди американцев, количество не столь стремительно растет, 11 космонавтов из Китая. Наши впереди планеты всей. Наши летают дольше, наши летают чаще, наши молодцы, поскольку, например, взять одного Крикалева, у него 6 полетов, 3 из них с нашими виртуальными конкурентами из-за океана. Ну, у меня спросят, а при чем, вообще-то, вот о чем я здесь говорю? О чем? Лучевая диагностика, космос. Так вот, эти 20 парней, они были отобраны из 3000. Ну, и как вы думаете, какие в основном методы диагностики, какие методы тренировок, испытаний и так далее, были для них наиболее ненавистыми? Правильно. Врачи. Больше всего эти молодые парни, которые желали покинуть силу притяжения Земли, ненавидели и боялись врачей. Ну, ненавидели в хорошем смысле слова. Видите, как они сидят в окружении Сергея Павловича? Хочу сказать об одном человеке, о котором не так много пишется. Это герой Советского Союза Марк Еллер. Это человек, который, будучи летчиком-испытателем, учил космонавтов, как летать в космосе. Никто не знал, как летать в космосе. Никто не знал, что такое 10G. А он, будучи летчиком-испытателем, их учил. И именно этот человек, когда просил спускаемый аппарат в космонавтов и изобразить спуск и так далее, говорил слово «поехали». Поэтому тот рефлекс, и та вообще реакция, и те слова, которые сказал Евгений Алексеевич, представьте, поехали. Это как раз слова совершенно четко на уровне рефлексов, которые все мы имеем, произнес первый космонавт. 60-й год. Для того, чтобы эти 20 человек находились под тотальным контролем, для того, чтобы за ними установить практически круглосуточное наблюдение, их мониторировать, был создан центром. Подготовки космонавтов. Этот центр и ныне является собой уникальной площадкой, на которой возможно отработать все те факторы, которые космонавты испытывают в воздухе. Это огромный бассейн, в котором фактически макет МКС и космонавты в условиях фактически невесомости, возникающей в воде, отрабатывают все маневры, все манипуляции. Заходят и выходят из аппарата, отрабатывают целый пакет тех опций, которые должны быть. Это, конечно же, условия невесомости искусственной. Ну, вот здесь доктор, специалист блестящей лучевой диагностики, который космонавтом называют не иначе, как героями. Ну, ей не удалось можно себе побывать, в отличие от Олега Котова. Здесь не очень хорошо видно. Это один из докторов, закончивших в Медицинской Академии, который побывал реально на орбите. Замечательный человек, прекрасный парень. В таких условиях отрабатываются возможности и влияние искусственной невесомости на человека. Самое нелюбимое космонавтоме тесты – это перегрузки от 7 до 10 ж и фибротесты. Самое нелюбимое, поскольку очень тяжелое, тяжело переносится. Есть еще тесты на переносимость жары и термических нагрузок, но это уже сейчас история, как было раньше. Конечно, если мы полазим по интернету, мы увидим Юрия Алексеевича, которого, в общем-то, люди в белых халатах окружают. Я, к сожалению, нигде не нашел фотографий, где были бы лица представителей нашей специальности, специалистов лучевой диагностики. Но, в принципе, я думаю, что они были готовы так же, как вот, например, здесь, и быть на космонавте, и под космонавтом, и сбоку от космонавтов. И я думаю, что те установки, которые были использованы, они, наверное, выглядели вот таким вот образом. И, наконец, опять же, лучевая диагностика и господи. Пациент Г. 21-го, 10-го, 10-го года. Обратите внимание на качество полученных рентгенограмм. Ну, небольшая девиация перегородки влево, небольшая девиация, вариант, но до попадания в отряд космонавтов. Рентгенография шейного геопозвоночника. Есть вопросы к наличию центральной оси, мы бы сейчас притрались, мы бы даже что-то сказали, до попадания в отряд космонавтов. Возникли сомнения на предмет наличия кисты, выполнены ли рентгеноконтрастные исследования левой и верхней челюстной пазухи. Восьмое, второе, шестьдесят первое. До полета остается практически месяц-полтора. Легкие. Я впечатлен, это все оригинальные снимки, обратите внимание, в каком они состоянии, и, в общем-то, если бы здесь было чуть-чуть потемнее, было бы вообще красиво. Выдох, вдох. То есть тогда уже понимали, нужны функциональные способности, опять же, до попадания в отряд, за зачисление в отряд. Это, как вы понимаете, через две недели контрольное исследование после того, как пациент спустился. Это, ну, кто внимательнее, я не буду на этом эпизоде останавливаться, были обстоятельства и клинические показания для того, чтобы выполнить контрольное рентгенографическое исследование лицевого скелета. Да, это пациент спустился. Обратный вопрос. Ну, а плачевая диагностика и космос-то? Как? Как? На мой взгляд, вот человек, который, собственно, обеспечил в 95-м году всем нам интересное, не скажу, что безбедное, порой трудное, но очень достойное и интересное существование. Я думаю, что если бы Юрий Алексей спускался над Ленепом, он, наверное, так бы увидел этот город и был рожден Юльгерский город Рентген. Ну, мы студентам такие снимки показывали, такие, и все говорим, что это снимок кисти супруги. Снимок кисти супруги слева Антой Берт и Людвиг Рентгенов, справа Альберто Фон Келлигера. Это снимок известного друга и анатопа. Я думаю, что когда-то рентгеновская техника и доктор рентгенолог выглядели вот так, ну, так-то уж точно выглядели. Вот так выглядели передвижные кабинеты, так вот с таким интересом изучали данные рентгеноскопии сколько-то лет назад. А вот то, в каких условиях работаем мы, работают наши специалисты, ну, разве это не космос? Антонио Гашманиф. Не так часто вспоминают нами фамилии, но мы прекрасно понимаем, что человек, получивший Нобелевскую премию за лоботомию, он выдвигался на Нобелевскую премию за методинологическое исследование сосудов головного мозга, но не получил. И мы прекрасно понимаем, что вот те изображения, которые получал он, и то, что мы видим сейчас, и те результаты, которые лежат в основе наших с вами исследований, доложенных сегодня в ходе сессии, а я считаю так, что первая ступень отошла, да, то есть ничего бы у нас уже не остановило после того, как прошли наши любимые барабанщицы. И то, что представляют из себя ангиографические комплексы сейчас. Разве можем мы себе представить борьбу с социально значимыми заболеваниями сердечно-сосудистыми без возможности ангиографии? Мы сегодня слышали прекрасный доклад о том, как с помощью этой технологии борются с инсультами, и, конечно же, за этим будущее. Мы не можем не сказать о Готфе Хаунсфилде, человек, получивший Нобелевскую премию за создание корпоративной коммографии, но порывшись в истории, мы можем вспомнить, что киевские ученые, даже чуть пораньше, чем он, предлагали такую методику. Ну, как обычно, предложили, подумали, кто-то им что-то не разрешил, не утвердил, и это все забылось. Он с авторствием, конечно же, с Аланом Кормаком предложил ту технологию, которая является сейчас, собственно, базовой в нашей лучевой диагностике. Это та панель пусковая, с которой стартуем мы, когда бы нам что ни происходило. И вот обратите внимание, многие здесь узнают. Сергей Вячеславович Кузнецов, который настолько с любовью клеил плитки в кабинете, в первом кабинете, в томографии, что получил интоксикацию от этого клея. Вот, это первый аппарат, в 81-м году поставлен в Медицинскую Академию. А вот для того, чтобы понимать, что он видит, видите, распиливали вместе с нейрохирургами кости черепа, снимали, делали снимки, и, собственно, такие атласы получали. А то, что мы видим сейчас, ну разве это не космос? Технологии, которые позволяют выполнять постпроцессинг, я не буду на этом останавливаться, изучать сосуды в том или ином проявлении, в том числе 3D, выполнять целый ряд манипуляций под контролем компьютерной томографии. Ну и наконец, ну и наконец, вот даже то, что мы делали в своей клинике, а именно смотрели двухспоннотысячелетнюю мумию, которая единственная в России, которую не разворачивали. 15 лет назад, когда я видел эти снимки, я думал, я не доживу до того, чтобы можно было выполнять на технике своими руками такие исследования. Магниторезонанс томография, это уже совсем другая история, да? Это история, которая также нам известна и понятна, она насчитывает всего-навсего 30-40 буквально лет, а последняя премия в 2003 году получена была Мансфилдом по физиологии и медицине. Разве это не люди, которые способствовали отправке всей нашей специальности на орбиту? Конечно же, это люди, но при всем при этом, вспомним, что до них-то был Завойский Евгений Константинович. В 59-м году Академия наук представляла его на присуждение Нобелевской премии за явление парамагнитного резонанса. Есть и в наших деревнях люди. Вот на этом аппарате, я помню, впервые видел больных, это первый аппарат, этот резонанс, который появился в Санкт-Петербурге. Я боюсь ошибиться, но первый такой год, это медсанчасть Кировского завода, это Магновью 004 Тесла. И действительно, с тех пор, наверное, когда на голову одевается такая конструкция, можно сказать, что это предиктор поездной западной пространства. Сейчас таких нет. Какие изображения мы получали? Да, инсульт, отек правой височной теменной доли. Казалось бы, но кого могут порадовать такие изображения? Ведь радовали. Потому что этим изображениям фактически 40 лет. Не вреново шейного отдела позвоночника, но ведь это был прорыв. И то, что мы видим сейчас, это первая медицинская академия томограф. В 2000 году 20 лет прошло, как вчера. А то, что мы видим сегодня, это 3 Тесла, это 7 Тесла для визуализации отдельных структур. Это МРТ с вертикализацией. Не напоминает ли это стартового площадь? Да, может быть, это несколько притянуто, может быть, какой-то коммерческий элемент, но это то, что заставляет врачей думать. Конечно, возможности, когда мы можем видеть все тело за короткий интервал времени, выполнять бесконтрастную визуализацию в режиме DVI. Когда мы можем видеть боковые ветви моих горячо любимых бильярдно-панкреатических протоков. Когда мы можем визуализировать тончайшие изменения в 3D режиме, ну разве это не космос? Те аппараты, с которыми нам доводится работать в АФЭК и ПЭД. Те возможности эндолузии. Возможность видеть сфинктер в ходе закрытым и открытым в режиме реального времени. Возможность визуализировать и дифференцировать тонкие изменения сосудов, которые определяют стратегию введения больных. Возможность дифференцировать и давать функциональную оценку тем изменениям, которые мы видим. Возможность сочетать и преиспользовать в технологии гибридного исследования структуры органов. И, наконец, все это служит для того, чтобы мы могли правильно, эффективно лечить наших больных. Не только ставить диагнозы, но и применять те или иные методы лучевой диагностики. И сегодня было очень много интересных докладов. Но, согласитесь, смотрим мы в режиме серой фетолы на наш любимый город. Смотрим мы, ли мы в цвете. Какие изображения мы получаем. На мой взгляд, лучевая диагнозика сегодня – это космос. И я хочу сказать, что люди, которые, я здесь кратко пробегусь, люди, которые делают это, люди, которые являются собой лицом лучевой диагностики нашего города, нашей страны. Разве это не люди, которые вводят медицину на космические просторы и на космические орбиты? На мой взгляд, каждый из них готов был отдать всего себя, как и продолжать это делать, для того, чтобы на орбиту достойную вывести нашу медицину. И, собственно, это так и происходит. Образование – это то, что остается после того, когда забывается все, чем мы учили. Я думаю, мы не забудем, чего мы учили, чем у нас учили сегодня. И я хочу пожелать вам относиться с некоторой долей иронии к тому, что делаем мы, к тому, что делают наши коллеги, наши ученики и подчиненные. И самое главное, я хочу пожелать счастья вашим маленьким микробосмосе. Спасибо.